Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер QTA 5, всё как всегда. И сегодня я вам расскажу о чипах и солью пару чипов. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Короче, пацаны, я нашёл одного человека, которого зовут Саша, это инспектор полис, у него 50 уровень на сервере, да капец. Вот, и он шарит в чипах, говорит, что очень много сделал чипов, но сейчас посмотрим, что он нам расскажет. Поздоровайся, как бы. Ну, добрый день. Да, прям так официально, добрый день. Да. Там, может, полуар, это даже ютуб нюанс. Да я понял, не знаю. Это, ну, расскажи немного о себе, так будет интересно, чисто мне, может, зрителям. Блин, перешёл, осмотри-насмотри, тоже немного я играю, насмотри свой клан, допустим. Сюда шёл с друзьями, пока что поднимаемся по-чуть. Нормально, на смотри какой клан. Виоленс. Короче, что мы нажимаем Б, да? Да, трансмиссия. Я только что нажал Б, там было написано, это, помойка. Я такой, не понял, это что за вред стук? Да, да, да. Я уже даже скрин сделал. Помойка, ещё второе? И тому подобное. И тому подобное. И захибись, вот эта пасхалка. Ну. Короче, заходим трансмиссию, да? Да, ну, привод тут максимально понятная штука, 0 это задний, 1 передний, до 5 это полный. Лучше, ну, какой привод делать? Лучше делать передний, потому что максимально тяга в двигателе появляется. А, за бит. Только я начал снимать, и через 5 минут рестарт. Вовремя, блин. Так, второй передачи, чё там? Передачи тут, вот, на смотри, если они влияют, тут, что 1, что 8 передач, и ни на что не влияют почему-то. Да, ну, я... Тут вообще без разницы. Я видел вообще пацаны ставят, там они говорят, там 5, 8 ставят, они говорят, 1 ставят, и чё, какие 5. Да, ну, вот, на смотри, если бы было, как на смотри, 1 передача, то должен быть максимальный разгон, прям. Ну да, по идее. А тут, ну, вообще разницы нет, у каждой машины свои кресты передачи, она ничего не меняет. Так, дальше тяги двигателя, чё там? Тяги двигателя, чем больше, чем лучше, обычно все делают максимум. Короче, на ускорение влияет, да? Да, раздув больше двигателя. Также инерция двигателя, тот же раздув двигателя, так же, чем больше, чем быстрее машины будут разгоняться. Короче, всегда на максимум ставить. Да, два последних параметра влияют, по сути, влияют за то, как будут переключаться передачи между собой. Но, так же они не влияют, но желательно ставить на максимум. Там чуть-чуть разница есть, но, говорю, если она будет потом как-то влиять, то вот это самый топ будет. Может будет наставить передачи, драг, дрифт. А сейчас типа нету дрифтовых чипов, вот этих-то раговых нету, да? Можно сделать, но они тут не такие. Да, дрифт, короче, вообще не реализован, да? Да, сложно его сделать, надо играться очень сильно со всем. По сути, тут вот трансмиссию, можете делать все на максимум, чтобы машина максимально валила. Тут вообще все легко. А дальше вот эта множесть и сцепление при смещении вверх и при смещении вниз? Ну вот, эти два, я говорю, это скорость переключения передач, но она, по сути, тут не влияет. Я всегда делаю на максимум вдруг, но чем она не вам поможет, по сути. На максимум, да? Да. Давай попробуем сделать новый чип на C-1 у меня. Тормозная система, сила торможения, желательно в районе 3,5, это самая норма. Больше ставить, просто блокируются колеса, и она в режим дрифта переходит. Угу. Окей. Или некоторых ближе к переду. Угу. Поэтому второй, желательно вообще никогда не трогать. Ручник, ну, ручной тормоз, в идеале в районе 8. Больше смысла нету, меньше, но это будет просто, как не знаю. Короче, 8 поставил. Да. Так, колесные тяги. Колесные тяги, выворот, ну, тут на каждой машине будет свое зависеть, и кто как любит ездить. Типа, в районе 40, это самое андекватное значение, если будет нормальное сцепление колес на повороте. Угу. А сцепление, это что у нас? Сцепление колес, это при поворотах, вот когда ты поворачиваешь колеса и газуешь. Поним. Вот это значение желательно делать на максимум. Угу. Ну, если ты не хочешь делать в дрифт-мод. Про буксовку? Про буксовку, так же вот, именно вот эта пробуксовка надо делать на максимум, потому что это сцепление колес, по сути, во время всей езды, там будет вторая, то она, наоборот, будет на минимум делать. Окей, боковая сила сцепления. Вот это при входе в поворот, там, или с газом, или с без. Ну, кому как нравится, я делаю в районе 28, чтобы она была более-менее устойчива. Ну, тут даже можно на минимум сделать, и она все равно будет устойчива. Вот, следующее, сцепление при низкой скорости, не знаю, почему те на максимум дают минимум, ну, чем максимальное сцепление, но тут на минимум дает максимальное сцепление, поэтому тут надо на минимум ставить. Наоборот? Да. Единственный параметр, который работает как-то наоборот. Лол. У меня 1,6 стояло. Чем меньше, тем она лучше будет цепляться. Офигеть. А распределение? Ну, тут так же, вот, если ты поставил себе передний привод, и надо делать на минимум, там, понятно, передние 0,4, задние 0,55, зависит от привода. То есть, что мне поставить? 0,4 минимум. 0,4, угу. Подвеска тут вообще специфичная, тут или играться силой подвески, максимальной высотой вообще подвески и высотой центра крана. Другими смысла и градусов нет, потому что тут подвеска очень сильно багается, ты можешь чуть-чуть изменить значение, убрать значение, вернуть его обратно, допустим, и у тебя все, машина не едет, она полностью сбрасывает чип и делает его заново. Сила подвески, я что там говорила еще раз? Сила подвески слишком элементарная, чем меньше, тем мягче, чем больше, чем жестче подвеска. Хорошо, посередине ставить, да и все. Ну, желательно где-то на трое, чтобы она пожестче была, чтобы меньше переворачивалась. Так, сила вибрации подвески. Вот этот лучше не трогать, тронешь у тебя, вообще все, через жопу пойдет по чипу, потому что она бывает как забагается, она начнет переворачивать. Сила вибрации подвески на скорости тоже? Вот это, в принципе, вот этот можно сделать на максимум, но сильно, оно по сути влияет, вот именно третий пункт подвески, он по сути влияет так же, как сила подвески. Она на скоростях просто мягче стает. Короче, если допустим. Сколько поставить, 2,5? Или максимум, или там как был. Допустим, я на минимум поставил, она мне прям начинает с, типа, сцепление теряется и очень мягко становится. Короче, на максимум, да. Да, максимальная высота кукуза и минимальная, вот эти там пишут визуально, почти никакой машине она ничего не меняет, потому что или она просто багуется, или она как-то некорректно прописана. Если их так же менять, потом на отрыве от земли колеса будут улетать, там, допустим, или как-то баговаться, или схлопываться. Типа, вот эти тоже желательно не трогать. Если надо высота подвески, то это только там будут под ними, обычная высота подвески. Так же, минимум, максимально низкая, максимум, максимально высокая. Смещение подвески. Вперед между осями, там, ну, желательно тоже не трогать. По сути, кто там любит какие-то, там, задрать нос, там, при езде, еще чего-то. Ну, тут им надо играться. Так же, минимум, это максимум вперед, смещение подвески, максимум, типа, максимум назад. Пропорциональность, получается, да? Ну, по сути, да. Сила стабилизации тоже, по сути, специфичный. Вот, на трех или четырех машинах, вот, из-за этого параметра багалась подвеска. Не знаю, почему. Желательно вставлять такой, какой есть, ну, а так, типа, чем больше, чем стабильнее. Смещение силы стабилизатора подвески, ну, тоже, по сути, вот. У тебя сколько стоит сейчас? У меня 0.44. Ну, вот, по идее, администрация, когда делала, она, ну, типа, подбирала максимально удобные для всех характеристики. Если их менять, тоже, ну, часто, просто после смены будут багать, за чьи будут колеса утрываться. Сильно ни на что это не влияет. Теперь смотри, вот, последние два пункта, высота центра крена, это, по сути, стабилизация автомобиля. Если, вот, допустим, ты сейчас сделал чип, ты сохранил все те предыдущие параметры, возьми, проедься чуть-чуть. Ты мог бы на видео даже. Вот так я на видео, вот. Вот. Поворачивай резко, если у тебя будут открываться колеса, вот, видишь, у тебя переворачивает. Да, да, да. В таком случае, сейчас подвески два последних делаешь на максимум. У меня где-то стоят где-то на ноль, не помню сколько, но не на максимум точно. Ну, да, вот. На некоторых машинах, когда тут параметр сделать, будет, наоборот, хуже. Если нормально, вот, ты сделал чип без тех параметров, то, да, их не надо трогать. И участие на два последних, высоту центра крена перед, зад, сделать на максимум. Охранить. Сейчас сделаю. А, мне по 0,4 стояло, нормально. Все, погнали. Теперь, проведите. Теперь она вообще, ну, вообще не переворачивает. Да, она не будет отрываться. А, вот, реально, вообще даже не отрывается. Да, она теперь вообще вруливается, как жесткая картинка. Да, вот, на некоторых машинах, почему-то, пристандартной, она нормально рулится. На некоторых нужно делать максимум. Если машина переворачивается, вот эти на максимум, поднял, и все. Короче, ты сейчас рассказал плюс-минус оптимальный чип, да, на все автомобили. Вот, ну, вот, как у тебя, это, по сути, выжить автомобиль максимум. С любого. Да. А есть еще, я видел какие-то специальные чипы, какие-то специальные на Вандуру, специальные на Сиеру. Вот, те специальные чипы, поехали на тонер. Да, это, я видел, это же. Вот, это те специальные чипы, которые ставят тонер любой, и она едет 400. А, подоси, подоси, то есть, если я сейчас поменяю на этом чипе тонер, и ничего не произойдет. Нет, поехали, поставим. Ну, погнали, посмотрим. Здесь, если у тебя, допустим, что там сотка тонер стоит, ставишь просто 60, и все. Чип, по сути, нужен для того, чтобы она рулилась на этой скоростью. Ускорение тонер влияет. Да. Потому что, если без щипа поставить тонер, то, по сути, с ее разгоном, стоком на лучшем. Весье на Вандуру в тонер приехали просто. Тогда, в следующий, а, лет, а это, да. Это получается, вот, сейчас зайду в тонировку. Да, сотка у меня стоит, сейчас поставлю 60. Тонировать за 5000, выход. Ну, да. Если хотите, взлетай просто. Да, и просто пристегнитесь, позовем, и взлетаем. Ушел. 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 Сколько, сколько, 363, 400, 440, ёпта. Ну, желательно настроить нормально в том, чтобы она и рулилась, и разгонялась. Ну, поэтому, ну, типа, у нас, ну, если не будут нормального чипа, то на стоковых она толком ехать не будет. А есть ли такой вопрос, если я сейчас уберу тачку и заспауню? А, вот тогда он слетает. Слетает. Надо брат оставить. Ну, короче, все игроки утром заходят на сервер, сразу едут в тонировку. Ну, по сути, у некоторых, особенно тех, кто работает, все через тонер проходит. Ну, конечно, если так стояло, и просто вот так, оп, 200, 300, давай, 370, 380, 400, 420. 420, 460, 480, 500. Нормально? Да, ну, конечно, нормально. Кстати, прикольно то, что у меня эта текстура не пропадает, лола, что за фигня. А тут оптимизация лучше будет. Ну, смотри, там 150 разогнался, все уже, бля, попросту, по прозрачному полу ешь. 500 километров в час вообще. Тут еще есть машина, как Е60, БМВ и Кадиллак за 2 миллиона, вот, у них нет ограничения скорости, и по сути, они на любом чипе едут так же, как вот у тебя сейчас багнутая. 500 плюс спокойно может разогнать. Вообще, просто чипс поставил. Да, ну, по сути, дрифт моду там можно сделать, но с ним надо возиться очень сильно. Говно, как раз. Допустим, не понимаешь, если бы, допустим, я мог настраивать автомобиль сам, типа, нет твоего лица, то это было бы намного попроще. А за того, что это надо включать тебе демонстрацию с экрана, я делал чип или передавать машину, ну, приходит слишком много, да, геморроя. И плюс, чипс сохранить никак нельзя, а на дрифт моде, по сути, много ездить никто не захочет. Ну, короче, пацаны, не гонять его еще матерям нужно, а то я уже разогнался из того. В принципе, на один хороший чип, на все автомобили вы уже посмотрели, можете его смело брать. Вот я его протестировал на свои GMC Sierra. Также я вам сейчас солью два чипа, которые я нашел в дискорде группы CCD на GMC Вандуру. Они, два чипа, максимально отличаются друг от друга. Не знаю, какой лучше, вы выберете. Два скрина, как вы видите, уже на экране. В принципе, на этом все. Я думаю, Санек нам объяснил все максимально просто и максимально понятно. Так что можете влепить лайк не мне, а Саньку за то, что он запарился, потратил свое время и помог мне, и, в принципе, и вам. Также напишите в комментариях, на какую идею заснять следующий видос. Был вам интересен этот видос или нет. Поставьте лайк, я был бы вам очень благодарен. Вы поможете продвинуть этот ролик в топ. Ну, по классике, 100 лайков в следующий ролик. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые ролики по CCD Планету. Также нажимай колокольчик, чтобы всегда смотреть их первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok